Всем привет! На очереди нас в Бундеслиг. Первый тур. Главным матчем в субботу можно выделить это Боруся Дорхман, Байер принимает. Две топ-команды, которые борются постоянно за попадание в тройку, в пятерку и за попадание в Лиге Чемпионов. Обе команды, в принципе, задачи выполнили в том году. Обе будут играть в этом сезоне в Лиге Чемпионов. Ну и что, последние матчи проходят, последние если выделить 9 матчей, между ними проходят очень весело и всегда пробивается тотал больше трех. Только в одном матче было три, а в основном больше было четыре, пять, шесть мячей, семь. Я думаю, что, в принципе, если ставить тотал больше трех, то коэффициент неплохой такой базовый 1,62, я думаю, он может брать смело. Тем более, что Дорхмасс по прошлому сезону, позапрошлому, последнего сезона дома регулярно забивает 2-2,5-2. Дорхмасс по прошлому сезону. Кто сейчас лидер такой у места ушедшего Холна будет? Это либо Беллингем, либо Дейми, кто-то может еще там из молодежи. Посмотрим, увидим. Также у Дорхмасса можно что выделить? Это новая защита, это Зюли и Шлотенберг. Они уже как раз в кубке себя проявили, и Дорхмасс прошел успешно первую сталью, отнутри вторую 3-0 выиграли. Что можно сказать у Байера? Ну, у Байера, в принципе, состав более-менее стабильный. Как всегда у них в топ такой бомбардир, который в топ в 3 вошел на Патрик Шик, 24 мяча в прошлом сезоне забил. Даже Холм, по-моему, поменьше. Что еще можно сказать? Ну, также новичок, которого не взяли Азмуна из Питера, из «Зенита», он пока особо себя не проявил. Подоблюдаем за ним, может быть, он себя проявит в этом сезоне более ярко. Что еще можно выделить? Ну, из новых приобретений это Чех Адам Клоузик, тоже пока для меня имя неизвестно. Тоже подоблюдаем за ним, посмотрим. Тоже выселение атаки. Ну, что еще сказать? Значит, Дорклунд в Кубке пошел, с 3-0 легко выиграл, а вот 1-32-я для Байера остановилась, они проявили 4-3 неожиданно в команде из 2-го дивизиона или 3-го даже, по-моему, дивизиона. Хотя забили вроде 3 мяча, а 4-3 проявили. Так вот бывает. Но, в любом случае, этот матч не будет исключением. Я думаю, что он не будет выбиваться из колеи, и все равно тотал будет высокий. Даже можно рискнуть, в принципе, попробовать тотал больше трех с половиной. Зато дают очень хороший коэффициент 2,1. Так что смотрим футбол, болеем за наших. Всем пока!